Летом 2020 года изобретатели из Петропавловска презентовали чертежи каскадной маховичной электростанции. Сегодня инженеры представили рабочий макет устройства. Они ознакомили наших корреспондентов с принципом работы инновационной установки, а также поделились планами. То, что вчера было на бумаге, сегодня реализовано в виде рабочего макета. Электростанция действует на основе инерционной энергии. При помощи пускового двигателя механизм получает напряжение в 12 вольт. Далее энергия подается на аккумулятор и через инвертор преобразуется в 220. Благодаря режиму рекуперации создается круговой поток. Тем самым маховик работает бесперебойно. Главное – это автономность, говорят изобретатели. К слову, составные части устройства собраны из деталей различной техники. Перед вами прототип каскадно-маховичной электростанции. Под защитным кожухом находится маховик – накопитель инерционной энергии. Это 12-вольтовый генератор. Это пусковой двигатель. Это двигатель рекуперации. Взят со стиральной машинки из-за того, что нету принудительного охлаждения. Нами было разработано вот такое вот охлаждение. Его разработка длилась более 15 лет. Данное устройство – примеры развития зеленой энергетики, говорят изобретатели. Макет полностью работоспособен, однако его мощности хватает лишь на запуск ламп. Но это не важно, ведь свою задачу он выполнил. Продемонстрировал работу альтернативного источника энергии. Патент на свое детище авторы получили. Теперь основная задача – вывести продукт в массовое производство. Изобретатели планируют презентовать устройство на конкурсе государственных грантов, чтобы получить финансовую поддержку. Стоит сказать, что преимуществом каскадной маховичной является легкость в эксплуатации. Станция не только не требует установки линии электропередач, но и в целом обходится без иных источников питания. Энергоресурсы не бесконечны. Что нужно сейчас подыскивать? Альтернативные источники. И также эта каскадка может работать с ветровыми, солнечными в комплексе. Требования к этой каскадно-маховичной электростанции обязательно должна быть заземлена по электробезопасности. И самое главное – как можно ближе к потребителю. В планах у изобретателей запустить производство более мощных электростанций в 100, 200 и 500 киловатт. Тамерлан Тлеубаев, Адиль Нуржанов, Служба новостей.